...по определению размеров. Моя задача победить вас в том, что это дело нетрудное. Во всяком случае не настолько трудное, как определить, что такое стих, что такое риф, что такое размер. Это в конце концов высокие теории. А вот что нам с вами делать, когда мы видим то или иное стихотворение и пытаемся определить его размер? Итак, что же мы должны делать с самого начала? Для начала прочитать. Все согласны? Ну да. Прочитать. Причем медленно, внимательно, лучше взлух. Это важно. Лучше взлух. Еще версия. Потом определить ударные и безударные слоги. Потом определить ударные и безударные слоги. С этим тоже. Так просто иногда справиться. Ну вот у нас нарисована строчка безударных и безударных слогов. Что можно сделать дальше? Понимаете? Дальше нужно рассмотреть, каких стоп там может быть больше. Скажем, рассматриваем. Это может быть ямба. Вот стопа ямба, вот стопа ямба. Нет, больше хорей. Берем хорей. Вот стопа хорей, вот стопа хорей. Нет. Попробуем тактик. Хорошо. Так, то есть попробовать найти минимальную повторяющуюся единицу. Понятно, о чем я читаю? Минимальную повторяющуюся единицу. И честно говоря, она может быть не обязательно стопой, как мы с вами помним. А вдруг это слог? И тогда перед нами слоги. А вдруг это такт? И тогда перед нами сказывается тоника. А вдруг это наконец стих. Но это уж в самом-самом крайнем случае. Правда? Наверное. Я напоминаю, что все-таки большинство стихотворений русской поэзии это классическая, привычная нам слабо-тоника. Когда мы считаем слов 100 вольт. 100 вольт. И когда мы определяем размер, вы наверняка столкнулись с какими-то трудностями. Давайте посмотрим, что это были за трудности. Ну, во-первых, наверняка вас смущало то, что после последнего удаления строчки. Смущало. Да. Именно поэтому там 4-стопный я записываю в 5-стопный, допустим. Да? А какой-нибудь 3-стопный я ходил в 4-стопный. Правда? Почему это могло вас смусить? Потому что из удаления. Потому что стоит на дверке без удаления, без ударного слога, а сам последний. Так как после удаления сам последний без ударного слога, это не все, что такое. Мы встретились с проблемой окончания стиха. Что делать с этим? Вот окончание стиха называется... Клаузу. Клаузу. То есть окончание. Клаузу естественно связан с лифмой. Но не обязательно. Если стих не рифмованный. У него есть клаузу? В нерифмованном стихе. Конечно, есть. Конечно, есть. Более того, она есть даже в верлибре, где нет четкого размера. Все равно окончание какое-то должно быть. На что заканчивается стих? Давайте вспомним. Может на ударный слог заканчивается. Может на ударный слог. Может на ударный слог. Это мужское окончание. Может на без ударный. Может на один без ударный. Это женское. Мужское, женское. Может на два. Доксилическое. И что подсказывается? Доксилическое. Доктилическое. Почему доктилическое? Понятно? Потому что устроено как дактиль. Правда? Да. Ничего страшного в этом день. Может и больше. Вспомнили с вами вчера. И тогда и Е. Это тоже гибердоктилическое. И это подсказывается уже гибердоктилическое. Понятно, что это уже редкость. Почему? Потому что нужны большие слова, которые... Да, нужно подобрать большие слова. Ну, не обязательно первые на самом деле. Но дальше нужно Н без ударных слогов. И понятно, что в русском языке просто... Значит, много таких слов. Можно, конечно, представить себе какому-нибудь искусственный язык, в котором все слова заканчиваются в гибердоктилическое обончание. Можем? Да. Можем. Такой язык, в котором все, абсолютно все слова, имеют, ну, скажем, вот такую структуру. Это, конечно, не так просто. Но представим себе, что мы бы придумали такой язык. Каким был бы там стих? Всегда не с гибердоктилическим обончанием. Скорее всего, всегда с гибердоктилическим обончанием. Конечно. Да? Зато слова легко бы рифмовались. Правда? И у нас не было бы с этим трудностей. Теперь давайте подумаем. Если в стихе только мужские окончания, то это еще одно стопо считается. Я не совсем понимаю, считается это одно из стопо или нет, потому что не считается. Нет, если мужские окончания, то это считается еще одно из стопо. Дело в том, что... Это окончание. Нет. Фиш последнее ударение в стихе. Может совпасть с концом стопо, правда? Ну да. Может не совпасть. Может только ее начать. А может ее закончить. Правда? И вот это тоже нас смущать не должно. Вот это окончание, да, все, что после последнего ударения. Помните, пропуск на последней стопе в классической русской поэзии невозможен. Представим себе, что у нас стих только с мужскими окончаниями. Я вам подобные вещи читал. Вот, сломанусь. Как это звучало? Это звучало торжественное явно, что у нас прежде всего. Ну, как марш. Ну, монотонно – с одной стороны, а с другой стороны, очень так я бы сказал – жёстко. Да? И действительно только за мужским окончанием закрепилось историческое ощущение такой жёсткости. Жёсткости. Я думаю, вы помните поэму «Целий». А какой он? Моцелий. Михаил Пельчин-Верман. Вот оно написано исключительно с мужскими окончаниями. Конечно, это не просто так взялось. Лермонтова, который брал за образец Жуковского, который в свою очередь брал за образец Байрона. И не случайно, что в поймах Байрона очень много стихотворений с мужским окончанием. Более того, в английской поэзии мужское окончание гораздо чаще женского. Подумайте, почему. У них слова такие. Это хорошо сказано. Какие такие? Более твердые слова. Нет, последний слог начальный. Непонятно, что значит. Ударение на последний слог. Ударение чаще на последний слог. Средняя длина слова меньше. Правда? Для начала. Вот французское и всегда окончание. И нет, и все. Там всегда окончание на последний. Но при этом, как ни странно, в французском стихе окончание далеко не всегда окончание бывает и женское. Подумаю вам это потом еще. Почему так? Но скажем в английском, конечно, средняя длина слова меньше. Окончание очень часто мужское. И это для англичан нормально. В польской поэзии все окончания женские. Потому что, как правило, в нормальном польском слове ударение падает на предпоследнее слово. Оно фиксировано. В русской поэзии что делать? Ударение свободно. Ударение подвижно. В русском и так, и так, и так можно. И так, и так, и так можно. Как говорил Александр Петрович Сумароков, прекрасный наш язык способен ко всему. Но даже этот прекрасный язык вынужден каким-то правилам подчиняться. Итак. Ну, во-первых, правило, которое взял наш русский стих из стиха классического, европейского, прежде всего французского. Это правило так называемое альтернанса. Альтернанса. То есть чередовано. Это, конечно, абсолютно необязательное условие. Оно не продиктовано языком. Оно условно. В чем суть? Рядом не должны стоять два нерифмованных мужских или нерифмованных женских. А рядом это? Соседние строчки. Да. Это значит, что на практике по этому правилу невозможно, скажем, вот такая строфа, ну, скажем, из четырех строчек, где бы все эти мужские рифмы не рифмовались друг с другом. Понятно? Да. Так. Либо они должны рифмоваться. Пожалуйста, четыре подряд мужских. Но на одну, а также не на одну рифму. Либо, извольте, чередовать. Вот откуда чередование, альтернанс. Мужская, женская. Мужская, женская. Мужская, женская. Пожалуйста, мужская, дактиллическая. Ну, опять-таки, классическое французское правительство, на которую ориентировался наш восемнадцатый век, диктовал вот это правило. И к этактиллической рифме приближался далеко не сразу. Понятно?